Viewer discretion is advised. Rich Birds это первая онлайн игра, в которой ты сможешь заработать реальные деньги. Покупай себе на ферму птиц, собирая их яйца, меняя их на серебро, которое в итоге сможешь конвертировать в реальную валюту. Ссылка в описании. Ёлки-палки, яйца забыли. Дай их. А чё ты вырядился? Не знаю. Каждый день праздник нашей жизни. Всё такое. О, праздник. Что такое? Здравствуйте, до ипподрома довезёте? Ипподром, знаешь? Да, 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 садись. Недорого? Недорого! Садись. До ипподрома вообще всегда недорого. Да, вот с ипподрома это уже сложнее. Садись, садись. Сумки, садись. Сумки. Сумки. Это Коля. Коля отдыхает. Коля вчера очень много веселился. Сегодня отдыхает. Нет. Тебе же не тесно там? А то смотри, Коля, он человек хороший, но как только что-то начинается, так сразу же в драку. Во-трубон. Во-трубон. Даже не знаю. А что на ипподроме-то? Я, кстати, не знаю. Скачки. Ну, понятно. Скачки, ставки. Это неинтересно. Я в детстве только ставил, знаешь, копил-копил деньги, когда только появился этот тотализатор на футбол. И шёл чемпионат какой-то. То ли мир, то ли Европа, то ли чего-то там. И я не ставил, не ставил, пока думал, не будет вот стопроцентного верняка. А такого и нету. И играла Германия, и какая-то Саудовская Аравия, которая до этого всосала там что-то 0,8 или 0,7. И я такой, ну, если и существует способ поднять немного лёгкого Баблинского, то это сейчас. Пошёл, взял все бабки, пришёл, мне сказали, а те есть 18? Я говорю, конечно. Приняли деньги. Поставил на Германию, а в итоге ничья. Это потому, что Германия выпустила тогда резервный состав. Ты чё, какой состав? Ну, это чемпионат. Какой чемпионат? Говорю же, деньги тебе потерял состав. А где ты вообще деньги? Сколько тебе лет-то было? Ну, у меня было много денег. Я вообще экономил деньги. А на чём это? На обедах школьных, например. А я помню, у меня кальция, короче, давала у себя 10 рублей. И мне хватало это либо на пиццу с чаем, либо с чуваком садим. Мы шли постоянно со школы, у меня было 10 рублей, а у меня 50 копеек. А у вас тоже, короче, были черти, которые всё время пиццу откусывали и приходилось... Облизывать её всю для того, чтобы... Не, ну так называется ужалить. Как? Ну, нет. Просто дай я ужалю. И ещё знаешь... Идрать конфету сразу в рот. Мало просто облизнуть там или как-то зашкварить. Нужнил, ну всё, чтобы прям язык... Ну, это ещё BVC-басхетти было. Прошёлся целиком по пицце. Я считаю, мои навыки мастера кунь-лингуса я подчеркнул именно из школы, когда... Кому неинтересно, Игорь, твои... Рассказывай, что там было в твоём буфете? Ты давай сейчас мы с тобой поговорим тогда. Хорошо, если ты хочешь так, то давай о толщине поговорим опять. Да что ж такое? Второй раз тебе повторяю, Антон. Ты неправильно измерил диаметр, это очевидно. Чего это? Нет, подожди. Ты серьёзно это делаешь, проверяешь, прошёл, блядь, твои... Нет, ну подожди. Ты знаешь, это как мистер Бин, который просто измерял и двигал, потом... Не, ну ты... Ну, говорит, то есть ты... Нет, я не говорю, что я вот так сначала... Как ты намерил? Как ты намерил? Ну, нет, ну не так, я просто показываю. Есть другой способ. То есть сначала берёшь вот так в кольцо его, вытягиваешь. Ну, то есть снимаешь. И типа вот так смотришь. Ну, может, там... Он на тебя смотрит. Я помню, у нас чувак был, который говорил, что типа делает массаж для пениса. Говорил, типа можно вытянуть на... Ты какого не делаешь? Берёшь, говорит, типа, и оттягиваешь вниз, вверх, вправо, влево. Каждое утро по 10 минут вверх. Не растягивается кожа, да, и получается, что... А, так там не так работает. Ну, я не знаю, я-то не пробовал. Я, то есть, конечно, пробовал. Ну, в конце концов, шарики, наверное, да, себе вставил туда такие маленькие? В смысле, шарики, которые... Нет, шарики, они типа для того, чтобы... Это же типа тюремная тема шарики. Но как же его расширяют? Они не то, что расширяют. Они, короче, фишка в чём, смотри. Пидоришь ты тёлку вперёд, шарики, ух, назад покатились. А смысл тогда? Ничего себе, а ты назад, а ты назад, а шарики куда? Вперёд, вперёд. Ребят, ты вперёд, шарики назад. Нет, с чего с этого? Так они у тебя в члене катаются. Ну, типа шарики катаются в члене. А просто не косуй ты так. Куда торопишься? На скачках не начнут бизнес. Да? Ну, вообще начнут. Поля, не трогай, ладно. Просто как-то опасно лежит. Знаешь, всегда боялся людей, которые спят и типа не дышат во сне. Не двигаются и не сопят, и ничего. Я всё время боюсь, что отрубится такой человек на пьянке какой-нибудь, знаешь. А с утра синий уже лежит. Ну, в смысле, он и вечером синий лежит. Так это очень опасно. Можно загреметь. Вообще пить очень опасно, если по большому счёту. А в незнакомых компаниях пить? Вдруг мы бы его изнасиловали? А в пише? Или он его изнасилует? Ты его изнасилуешь? За сколько? Эй, ипподромщик! Ты чё там вшёл? А, это бы ипподромщика? Я думал, ты про Колю. Нет, я и говорю, ипподромщик Колю изнасилует. Я думал, он меня изнасилует. Да все-всех изнасилуют, испокойтесь уже. Ой, можно тогда я, пожалуй, с... Ты, кстати, был на комик-концерте в последнее время? Смотри, где-то пьеха скоро будет. Я теперь, короче... Не, я для себя поменял, как получать удовольствие от концертов. Я не хожу на них, я просто очень долго тешу себя мыслью, что я обязательно пойду. Так я на JetRatal ходил. Типа, сидишь и целый месяц такой, вот здорово, JetRatal, JetRatal, JetRatal. Потом просто не идёшь никуда, и так достаточно повеселился. И дома сидишь, пиво пьёшь. И не надо никуда не идти, и весело было. А всем говори, что ходил. Да, можно, конечно. А вдруг кто-нибудь сходил и прижмёт тебя? Знаешь, ты же очень умело, типа... Это такая... А какая песня тебе понравилась больше всего? Не, подожди... Ох! Ну, какой там... Знаешь, там фильм придумываешь на ходу какой-нибудь там, удивленный, а человек, который постоянно там врёт, ты ему говоришь... А помнишь, момент был, когда там, сука, он упал, и прям на пень? И вот это смешно... Да, 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 а вот и не упал! Это я всё придумал, мудак-то. Вот, вот и... Был такой человек, помню? Авторской методики. У меня, помню, был один крифан, который утверждал, что он один раз воткнул в виде... в виде две кассеты одновременно. Приколись. Mortal Kombat и Terminator. И у него, типа, в финале фильма Шварценеггер дрался со Скорпионом. Чё ж какая-то... Вот, за него... Там такой чувак был, он только чё не рассказывал, знаешь, там приедет дядя у него там из базуки давал, пос***ть. Ну? Не, я говорю, что я когда был помладше, я в Lego играл. И, типа, у меня этот самый, шиномонтажка была внутри... ...пактофона. Ты понял? Да, ты... Крышку открываешь, типа, над ней остаёшь в колёсе. И у меня, короче, только леса... Ну, короче, я тогда шиканул, батя не сказал, а он там чё-то... Что такое? Типа, это... Не работает. Раз ты давал колесо, а то он... И я помню, вообще, это... У тебя же батя с магнитофоном до сих пор, по-моему, ходит как-то... Стивный маффет. Раньше был, знаешь, это... Не, он у него не выкинул просто. Я говорю про видеомагнитофон. А-а-а. Видеомагнитофон, это вообще... А я думал, ты отдал свой в школе ещё, тогда... Да, у меня проблемы были. Батя до сих пор... Так нет, я должен был учиться... В красной школе, которая рядом в своём доме, она для дураков. Короче, там, ну, всякие отморозки, там, ещё прочее. Я бы там точно убили. Ну... А, да, а я хотел в лицей, короче, поступить, который... Ну, вот на районе. И поэтому, типа... Да, и... А он как бы в другом микрорайоне. И получилось, что меня нельзя было взять без взятки. А на тот момент, типа, деньги брать было... Ну, какой смысл? Всё равно у них ничего нельзя было купить. Ну, это знаешь, какой год, 97-й, что ли, был. А у батя был вот сам магнитофон, что он дачу продал и купил Магнитофон. Я дал. Слушай, я с сих пор вспоминаю, представляешь? Ну, я бы тоже вспоминал, прикинь? Сидишь такой... Ты же стройками закончил, Антон. Я тебе такое видеомагнитофонное дал. Представляешь? Учись и учись, называется. Всё, а ты... Да. Чё сработает-то нового? Да, всё по-старому. Всё птица, да птица. Рич-перс. Птица? Ну... Так а чё, не накрылась ещё контора-то? А это те... Не киви-множители. Это посерьёзнее будет контора. Я думаю, там просто так всё не получится. И что, до сих пор выплачивают? Ну, стабильнее всё. И много у тебя уже птиц? Достаточно. Тебе тоже что ты хочешь-то? Птица, чтоб я тебе подарил? А что такое? Тебе жалко братану птицы, что ли? Я не понимаю. Я помню, как мы с тобой играли во что-то. Там, то ли в лотер онлайн. И ты, типа, такой... Сам, короче, уровень отмятывали, шестого. А ты такой, типа... Может, ты мне дашь один? А золотой! А ты тогда охренел! А ты такой, а что? Корюши! Тебе же кивишами давали, по-моему, золотой. А мне не давали! Не, мне Димон сказал, если ты будешь играть, а я сказал, что я хочу попробовать. Зажал, золотой, братан, ну нифига! Не дал! Не, ну у меня там чё-то другое дал, по-моему, покруче. А у меня кореш был, короче, в школе, как его... Постоянно одни шутки были, там, про неё, как бы он... Кинули, кидали, короче, постоянно его в линейке, он постоянно приходил, жаловался, короче, там, типа... Хочешь два... У тебя два шторма, короче? Так меня так Мэдисон развял, блин. Да, да ладно? Да, и, типа, выпадает, и... А мы там в 2006 году играли ещё, без Мэдисона. И, типа, распределение стоит, то, что предметы по очереди, типа, до тому, до тому попадают. И нас ещё с третьего раза, я, типа, в один раз кинул, а меч, типа, не дюбнулся чё-то, давай счётик. А вот, типа, да, не появился. Нужно очень... Надо прям в момент попасть, чтобы дюб пошёл. Во второй раз тоже не очень, а в третий раз просто, вот, раз и в офлайн, значит, с пустотой разговариваешь, а не со скайпом. Играли на серваке, короче, на одном, все. А и, там, одноклассник подтянулся чё-то, у него интернет появился быстро, это больше всех. Ну, такой, более-менее, на котором мы ещё тянули, там, без лагов, онлайн. И что-то в линейку мы играли, и он зарегался, и только появляется, короче, в этом, в деревне, там, первой. И сразу, короче, подбегает, типа, Вова, и он напополам разрубает, короче, он падает, и, типа, мне подомашний, типа, звонит, говорит, Анатон, ещё не понимаю, какой-то ублюдок, помогите его, короче, это, надо его кинуть. Типа, мы такие, чё, прибежим, подожди, бежим, а он такой, тут ещё подбежали, короче, а это мы всё. Так это вы, типа, его? Да, типа, вы его. А я по телефону ему говорю, типа, сейчас подбежим, подожди, стой, держись, братан, так я уже устал. Типа, держать, убивать и убивать, да. А вы, а он говорит, так это вы были, там, что ты даже не обиделся, нет, потом нормально. Такие скандалы были. Да, слушай, это всё, на самом деле, более взрослые, встречения такие уже были с компьютерами. Вот раньше, я помню, приехав в деревню, в бабушке, короче, нитку шёлковую берёшь, слышу, ты фигневая. Натягиваешь? Да, натягиваешь через дорогу, короче. И как голову отрезает? Нет, нет, это слишком, это тебе не поворот, не туда. Другое, натягиваешь нитку шёлковую через дорогу уже где-то вечером, когда уже, там, не то, что сумерки, но темно. И машина едет где-нибудь на горке, когда она только выскакивает на горку и светит фарами, а фары, типа, рассеивают свет белый. И получается, что это, как бы, не тонкая нитка шёлковая, а такой канат, короче. И типа, все тормозят перед ним, что ли? Ну, кто тормозит, да, кто нет. А было бы круто, прикинь, повесить, на самом деле, канат. Это дерьмо. Ну, это, это нитка. Так, а, и что, в итоге вы так забавлялись с этим? Ну, да, я, ну, мы стояли далеко, а там человек был посмелее, Манот его звали, короче, прикуха была, Манот. И он, типа, врубаешься, лёг вот в канал, ну, знаешь, поближе, чтобы... Ну, да, в первых рядах наблюдать. В эти самые, ну, в камыши, что-то такое, типа, лёг туда и лежит. И прикинь, ехали, что-то наподобие, там, ну, не гликопы, что-то такое, там, знаешь, такие чуваки, которым есть до всего дела. Остановились, вышли, нитку порвали, короче, и раз, пошли, короче, по обочине смотреть туда, где она была натянута. А он прям лежал в этом и месте, где она была привязана. И всё, его посадили, увезли. Врубаешься? А ты? А я что, я домой побежал? Перебежал бабки, говорю, я спал. Всё, поехали. Что ты делаешь? Возб*****, урод. Что я делаю? Я штурман. Я сижу, я делаю всё то, что ты должен, у тебя руки должны быть на руле. Как это? А ты, даже когда едешь, ты и то, ты сегодня что мне показывал? Про чувака, который на себя воду выливал? Да прекрати, держи руль, ты что ж ты делаешь, дай. Антон, давай мы в твоих миниатюрах во время вождения ограничимся хотя бы однорукими какими-то, то есть, ты не показывай, как всё и раз. Спереди ты больше не сидишь. Почему? Потому что ни х***ю за руль хвататься, это моя машина, не хватай себе за руль. Я ж типа хотел подправить что-то. А если бы мы влетели? А если бы мы влетели из-за тебя? А если бы мы влетели из-за тебя, ты бы на что атаку не ехал? Чёрт! Не смешно! Только у Коля попроснулся. Чё за мудакс? Чё мудак? Мудакс! Мудакс! Не самая смешная. А слышал, я поставил на звонок, ну, это самое, на при... на этот, как его х***ю? На смс-ку, короче, звук из «Назад в будущее», когда у них ерунда всякая происходит. Слышал? И быстро тебе это надоест, интересно? Никогда. Не знаю, у меня раньше было одно время звук выстрела на смс-ку, но все постоянно оборачивали, знаешь, так, идёшь-идёшь по улице, и вроде тихо, но так... И, типа, чуваки такие, где-где стреляют? А потом у меня стоял, это, вадум. Если бы у тебя на рыбацком стоял листр, никто бы даже не оборачивался. Рыбацком, да, есть. Рыбацком, а там. Чё, ничего, 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 ничего. Да, держи, держи, держи. Приложи. Какой, какой, какая ж не тёплая, а чё ты хотел? 33 градуса, братан, лёд? Что я мы тебе в яйцах повезём, что ли, этот ёд? Лёд. Ёд, бить, ёд. Ты проговорился, да, прыщи мажешь, да, иди, ёд? Я не мажу прыщи йодом. Ты мажешь прыщи йодом? Нет. Какой вообще смысл йодом-то мазать, объясни? Нет, подожди, я не мажу, я не знаю, просто я тебя спросил. Так, а нет, а при чем тут прыщи сразу? Может, я что-то другое мажу йодом? Может, сеточку йодную себе на очке делаю? А что ты колешь? Куда? Мясные уколы. Втухлую вену. Сеточку. Смотри, Джигархаян бьёт. Нет, это просто любой старый армянин, чувак, это не всегда Джигархаян. Прекрати. Не любой человек с усами, это Панкратов чёрный. Да ты задолбал со своим звуком. Да чё ты. Он раз за разом играет. Что у тебя там? Какое? Кто тебя эземесит-то? Почта конторская. Какая почта конторская? Выключится. Нет. Ой. Видишь, как сразу? Чё? Ты смеешь мне, Коль. Не переживай, всё хорошо. Сейчас приедет твоя остановка. Неа. Смотри, джип, додж, везде. Фиат, сейчас же, а Фиаты где собирают? Не знаю, в Калуге, наверное. То есть в России? Ну, я думаю, да. Такая Фиат, собранной в России, считается иномаркой или не считается? Ну, подожди, иномаркой российской сборки? Да. Ну, типа, Фиат. Не, ну если контроль качества хороший, наверное, считается. В России? Да. А если у вас был собран, например, за рубежом, он был русской машиной? Смотри, а прикинь, контроль качества, вот просто по приколу приехать на завод какой-нибудь BMW, и сказать там, проследите, чтобы хоть одну девятку собрали нормальную, чтобы гайки были в б***ь не собирают. Я вообще, я вообще, ну, Гарри, не понимаю, почему так говорят, немецкие технологии, контроль качества. Неужели вот так сложно взять одну, например, X5 или X6, разобрать её, посмотреть, вот как там всё сделано, как там всё устроено, где там? Это че не так сложно, это машина, не компьютер какой-то, не микрочип. Ну, подожди, а вот Lada Kalina Sport ручная сборка вообще? Ой, это сильно помогает, это у нас... Это почти как Хамон какой-нибудь, или там AMG. Ну, Хамон и AMG, это Хамон и AMG, а... Вон, кстати, AMG, вон, видишь, написано. Вот они, получается, тоже эти самые... Ну, вот, смотри, а вот AMG, например, они же берут бэхи изначально, и просто... Вот почему нельзя, вот возьмите, посмотрите, как они делают, неужели на автоваз нельзя взять одного человека и, знаешь, как в фильмах про дурачков, которых за границу отправляют, отправят его, чтобы он посидел на заводе BMW и посмотрел, как они машины собирают, в командировку отправят. Да, типа, прикинь, сидит и записывает. Ничего себе, они гайки закручивают до конца! А вообще, не руками, да? Знаешь, на автовазе, наверное, типа, этот конвейер идет с гайками, и чувак такой раз, 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 и вот там, типа, Колян! Он, ааа, и, типа, тачка уже проехала. Что? Подожди, не, другой, Колян. Так он автоваз? Вот, да. А вон, а вон уже тачка другая ездит. А где автоваз? Автоваз это воображение, иначе, в рамках данной беседы. Долго ехать-то еще? Да куда? Да ипадром это. Так ты же говорил недалеко. Да. А мы-то что-то долго едем-то уже? Ну, так ты говорил недалеко. Ой! Я! Не так же просто, брат. Ну, город-то небольшой, тут, в принципе, все недалеко. Да нет, это, знаешь, такая, это, только москвичи считают, что город небольшой. Знаешь, типа, ничего себе, у вас в Питере можно проехать целую ветку метро, там, за 50 минут? Ну, вообще-то 50 минут, это много. Да. 50 минут. Ну, в сутках 24 часа, ты представляешь, ты час тратишь на то, чтобы на метро проехать. Даже если ты ездишь на перепихон по часу в день, тебе этот перепихон поперек горлом встанет рано или поздно, потому что, ну, как? А в Москве... Как это двояко сказано, да, кстати, поперек горло? Да, перепихон поперек горло. Я думаю, что... А в Москве там не так, там, типа, даже если ты два часа едешь, то это недалеко. Что это такое? Куда это, вот, нужно ехать два часа. Я люблю, когда все рядом. Я вообще, знаешь, парашу возле кровати поставить, как это... Для того, чтобы ночью можно было встать, знаешь, сразу отлить, никуда, тапок даже не надевать, и сразу же... Получаешь петух, да? А? Петух, получается. Так подожди, нет, почему петух? Параша-то и у нормальных людей рядом с кроватью. Как? Ну, блин, камеры такие бывают, одиночные, двухместные. Не, если ты спишь около параши или там под кроватью рядом, то да. Не, я думаю, вот заходишь, например, в камеру. Вот, допустим, справа параша. И наискосок смотришь, кто самый дальний. Да, это самый главный, да. А ты кто там? Ну, не главный человек. Ты и петух, и самый главный. Нет, нельзя... И не обязательно быть петухом и не самым главным, понимаешь? Глав-петух. Нет. Это как раз быть главным петухом. Нет, ты не в ту... Хотя, знаешь, это не самое, типа, глав-петух, он же, типа, повелитель петухов. Ты представляешь, как звучит, типа? А я бы назвал это контору какую-нибудь, знаешь, там, типа, цыплята, там, не Синявинский, а там... А глав-петуха? А глав-петух продукт тогда, знаешь? Да, что-то такое, за что, типа... И этот, не пистон, а мой дадыр такой. Милостепрошу, к нашему шалашу. Вот здесь слоган, да. За место Авроры. Очень хороший фильм был раньше. По-моему, последний хороший перестроечный фильм «Беспредел». Да, мне нравится, интересный. Да. Не твое это дело, Бугор. Сопли вытирать. Куда лезешь? Отсихтоято ты лезешь. Ну что, вроде как подъехали уже? Это рвок, надеешься? Че, где тут? Вон флаги. Где лошади там? Давай, поехали. Вон какая лошадь, смотри, идет. В магазин. Ну что, товарищи, давай притихаточку и договорились. Слушайте, давайте я вам сейчас после скачек отдам, у меня просто сейчас денег нету, и поставлю, выиграю. Оставьте, подожди. Подожди, наставку есть. То есть, подожди, как ты будешь ставить без денег? Я забыл, что наставку тоже надо. Ну, ладно, везите обратно. То есть, нас хотел обмануть. Подожди, везите обратно. Подожди, скажи. И че, везите обратно. А деньги мы тебе тоже вернем? Как мы тебе можем теперь верить? Типа мы... Как не пойдешь? Подожди, он как думает? Мы его типа довезли за 500 и обратно везем, и счетчик уже в его сторону. Работай, пожалуйста. Вот, если ты человек без денег съел? Все. Старый теперь ездит, пока не отдаст. Ладно. Давай тогда, бери Колю на плечи. Вон тот дом. Ага. 37-я квартира. Стучишься три раза, оставляешь и дёру давай. У него жена такая, что никого не щадит. Ни тебя, ни меня, ни Колю особенно. Да. И в расчете. Ни мой п***ц. Давай. С той стороны куда-нибудь. Лучше там вылезай, там, Toyota. Дорого стоит. Давай, 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 давай. Че ты, Коля забыл? Коля! Это Коля, а? А че ты ездил? Знаешь, как в этом, в бриллиантовой руке? Семен Семенович! С Коля! На лавке! Сука, че, че, че не угробили, на п***ь. Эту самую. П***ь зарядку. Яйца-то, п***ь, в рот. Кто их туда кладет-то п***ь? Сейчас лент сядет. Да выкинь их. Выкинь их сам. Положи их аккуратно, мы бабушек подберут.